Где можно проголосовать на выборах президента 2018 года? Этим вопросом сейчас задаются многие. Самый простой вариант – 18 марта отдать свой голос на родном избирательном участке, там, где избиратель включен в список по месту жительства, указанному в паспорте. Однако в жизни бывают ситуации, когда мы по разным причинам не можем находиться там, где прописаны. В этом случае проголосовать на выборах президента можно будет в месте, где удобно избирателю. Главное – позаботиться об этом заранее. Граждане России, которые в день голосования будут находиться вне места своей прописки, например, уедут в командировку, отпуск, либо просто живут или временно находятся в другом городе, а также граждане, не имеющие регистрации по месту жительства, смогут проголосовать по месту своего нахождения. Для этого, начиная с 31 января и по 12 марта, избиратель может подать заявление о голосовании по месту нахождения в любую территориальную избирательную комиссию и многофункциональный центр. Для этого нужно туда обратиться лично с паспортом гражданина Российской Федерации. Еще один вариант – подать заявление через единый портал госуслуг. В этом случае необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. А с 25 февраля по 12 марта заявление можно будет подать еще и в любой участковой избирательной комиссии. Тогда в заявлении нужно указать тот избирательный участок, где человек будет находиться в день голосования. Соответственно, 18 марта такой избиратель сможет проголосовать на том участке, который был указан у него в отрывном талоне заявления. Само же заявление можно подать только один раз, поэтому избирателю нужно точно определиться, где он будет находиться в день голосования. Если до 12 марта гражданин не знал о своем отъезде или у него была другая уважительная причина, не позволяющая ему подать заявление в срок, то в период с 13 по 17 марта до 14 часов дня он сможет оформить специальное заявление с особым знаком – маркой в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Специальное заявление также даст избирателю возможность проголосовать 18 марта по месту нахождения, но только на том избирательном участке, который ему укажут.